добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святого итак сегодня я хотел бы начать говорить о трех аспектов говорения на иных языках их три и сегодня хочу коснуться первого из самого взрывного искрометно очень мощного явления которое очень многие люди не всегда принимают правильно это говорение как знамение того что ты крещен смотрите что пишет лука 2 глава 4 стих книги деяния апостолов исполнились и духа святого и начали говорить на иных языках как дух давал им провещевать в оригинале это слово лялио то есть болтать в пустую молоть языком если вы помните эту историю она она очень проста люди собрались и они услышали что апостолы на которых сошел дух святой они говорят на разных языках и для каждого из них вот сошедшихся людей это были люди приехавшие в вирусалим с разных народов с разных континентов для поклонения живому богу они услышали и говорящими о великих делах божьих на их народном наречии в той стране где они жили и это мы говорим о внешнем аспекте что же происходило с точки зрения апостолов вот это слово лялио болтать попусту молоть чепуху она очень четко выражает то что переживали апостолы другими словами апостолы не понимали на каком языке они говорят они не понимали ни смысла слов не того что они значат для других людей например апостол петр мог говорить на английском языке староанглийском произнося очень красивые слова в адрес бога провозглашая во владыкой вселенной не понимая что он это делает в духе я думаю он понимал что речь идет о хвале но не значение слов не понимание что это за язык он не имел сегодня от нас требуют некоторые критики что молящийся на языках в обязательном порядке должен знать и что это за язык и что значат слова но это не библейский подвод